В Жамбылск области Американский сахарный завод опять не может рассчитаться с земледельцами за принятую в прошлом году сахарную свеклу. Рабочие несколько месяцев не получают зарплату. За урожай 177 крестьянских хозяйств региона должны получить более 1 миллиарда тенге. Под угрозой срыва весенняя посевная кампания. Аналогичная ситуация произошла и в прошлом году. Терпение уже на исходе. Люди устали жить в долг. Анастасия Сулейманова продолжит. Деньги сахарный завод, ну как всем нарушает по области, не выплачивает. Около 50 свекловодов штурмуют Меркенский сахарный завод. Свеклу они сдали на предприятие еще в середине октября. По договору за принятый урожай завод обязан расплатиться в течение 90 дней. Срок выплат уже прошел. Но более 100 миллионов тенге крестьяне так и не получили. Мы не уверены в завтрашнем дне. Как можно на сеть дальше, вы все отработать? Сахарный стекло. У нас нет договора. Мы не знаем. Или они по 5 тенге будут принимать, или вообще не будут принимать. Большая претензия к руководству сахарного завода. Кто стоит, это выше. Но вы обратитесь к нам, простым людям. Было же призыв правительства, чтобы был сахар наш, казахстанский, независимый. А сейчас ставят сами палки в колеса нам. Из-за этого под угрозой срыва весенняя посевная сетуют фермеры. Аналогичная ситуация произошла и в прошлом году. Завод несвоевременно заплатил за приемку свеклы. В итоге посевные площади запланированных 9 тысяч гектар сократились до 6 тысяч. Управление сельского хозяйства о проблеме знают и провели встречу с руководством сахарного завода. В связи с тем, что есть большие урожаи в соседних странах, которые производят сахар, снизились цены. Поэтому наши товары производителям сложно конкурируют. Поэтому они были в сложности с продажей. На сегодняшний день весь объем реализован. Теперь они ожидают поступления этих денег. И 6 февраля нам обещают выплатить. Об этом они нам направили на наши официальные запросы в виде ответов. Мы разговаривали с руководством завода. Через день-два мы будем организовывать еще раз встречи. Специалисты также добавили, что к сумме долга набегает пеня. Так что сахарному заводу лучше выплатить обещанный долг в указанный срок. За сдачу урожая 177 крестьянских хозяйств региона должны получить более 1 миллиарда тенге. Как оказалось, уже несколько месяцев предприятие задерживает зарплату и своим рабочим. А это 500 человек. У нас нет пенсионных отчислений. Вернее, по квитанциям они есть. Но в пенсионный фонд ни одной тенге не поступило. Подоходный налог взимают. Тоже непонятно, куда девается. Стабильности нет. Мы вынуждены уйти на межсезонный отпуск. Сами, самостоятельно нас просят. Мы тоже хотим кушать. У нас у всех дети. Мы понимаем, работы здесь нет. Пивзавод стоит, масло-сырзавод. Один сахарный завод был и того нет. Терпение сотрудников уже на пределе. Жить в долг они просто устали. О том, когда все-таки ждать зарплату, рассказал директор сахарного завода. У нас сейчас небольшие финансовые трудности на заводе. Наши работники стояли как раз. Им перегнали часть зарплаты за декабрь месяц. Больше 30%. Вот на этой неделе планируем этот вопрос закрыть насчет зарплаты. Остается надеяться, что руководство завода погасит долги перед фермерами и рабочими. Если этого не произойдет, то пассивные площади сахарной свеклы могут сократиться в разы. Анастасия Сулейманова, Руслана Хотела, Жамбылская область, Хабар-24. Руслана Хотела, Жамбылская область, Хабар-24.